так в итоге поршень выстрелил у меня внутри поршня вот такой цилиндр вернее внутри цилиндрика вот такой поршенек вот здесь если продуть я сейчас продаю обратный клапан стоит внутри пружинка вот из-за этой маленькой серенькой каемочки отложений поршень клинит в цилиндре и гидрокомпенсатор начинает брахлить решается достаточно все просто промывка кто чем моет я мою любым очистителем карбюраторов и очистителем не возьмешь аккуратненько снять отложение наждачкой я взял 2000 но она точно не повредит аккуратно убрав вот эту вот этот буртик его даже на ощупь нельзя ощутить но тем не менее он стопорит видите какие микроны здесь поэтому очень критичны к качеству масла двигатели с гидрокомпенсаторами потому что зазоры выбраны минимальные убрав этот бортик можно вернуть гидрокомпенсатору жизнь он начнет ровно ходить нужно продуть вот этот шарик в одну сторону проверить его на всас чтобы он держал они как правило держат продуть и можно заново все собирать заранее надо проверить чтобы здесь не подклинивало собирается все достаточно просто я опять все брызгаю в дешкой ставлю аккуратно пружинку там внутри есть небольшая ступенька надо чтобы пружинка провалилась туда в ее посадочное место и только тогда можно будет вот это ставить после сборки надо обязательно убедиться что он вот так действительно ходит если он не ходит а он ходит без масла если не ходит разбирайте что-то где-то подклинило и собирайте снова кстати разбираются вот такой собранный гидрокомпенсатор разбирается достаточно просто резким движением плашмя удар вниз и поршень по инерции выскакивает оттуда не смотря на то что там есть вот такое маленькое стопорное колечко ну принцип такой же как на приводах переднеприводных автомобилей защелкнул а щелкнул когда будете ударять обязательно оберните гидрокомпенсатор в какую-нибудь тряпку потому что поршень выстреливает и потом фиг найдете его во первых а во вторых чтобы вот эта грань не билась я бил об деревяшку и все гидрокомпенсаторы которые я разобрал таким способом не повредились в общем вот так можно легко вернуть жизнь гидрокомпенсатор ну как легко тяжеловато конечно на самом деле но имея 24 компенсатора экономия получится глобальная поэтому стоит этим заняться главное будьте аккуратны причем это касается не только бмв ну и кучи других автомобилей подобными пластинчатыми гидрокомпенсаторами конечно же проверьте износ на всякий случай может быть вы до такой степени их убили что уже и восстанавливать нечего но конечно я в этом сомневаюсь надеюсь это видео вам поможет избавиться от стуков и других головных болей связанных с двигателями поэтому ставьте лайк подписывайтесь на канал до свидания